Большой привет всем зрителям моего канала! Это уроки флористики, день второй, мои курсы. Сегодня мы учимся делать вот такие каркасы. Вот такой каркас как раз из палочек лозы. Вот такой оранжевый мы будем делать. И проволочный каркас. Вот такой вот проволочный каркас, который делается для того, чтобы букет выглядел более широким, чтобы цветы становились на большем расстоянии друг от друга. Вот такой каркас из лозы, который также помогает сделать букет более объемным. Ну и также, в принципе, симпатично выглядит. Прятать его не обязательно под цветами. И можно его как-то еще украсить. И выглядит обычно букет на нем очень красиво. Вот каркас на проволочном каркасе, который оплитен косичкой из рафии. Оранжевый материал называется рафия. Кстати, как делать каркас проволочный я в одном из следующих видео обязательно покажу. Вот нам преподаватель показывает букет на каркасе как раз-таки с рафией. Это букет заказали клиенты, и он решил сделать его прямо перед нами. Вот видно этот каркас и цветы. Это букет на каркасе с декоративными палочками белорозовыми, которые я вам уже показывала. Розы, хризантемы, гермини, альстромерия. Вот такой букет. И, в принципе, вот палочки каркасные торчат, их видно. Они букет не портят, а даже придают какую-то изюминку букету. Это мужской букет. Ну, не обязательно мужской, но обычно такие букеты предпочитают дарить мужчинам. Этот букет делал тоже преподаватель. А этот букет уже делала я. На каркасе есть декоративных палочек. Совсем немного поснимала на курсах, потому что времени снимать там, честно, нету. Времени очень мало. Я там, что смогла, вам объяснила, рассказала. Но, конечно же, этого недостаточно. Вот первым видео о курсах девушка задала мне вопрос и попросила рассказать, что вообще происходит. На курсах по флористике есть определенная программа, которую вы, прежде чем идти на эти курсы, вы, естественно, можете посмотреть. Если вы только-только-только начинаете работать с цветами, либо вы, вот как я, например, уже давно работаете с цветами, но понимаете, что отсутствие базы мешает вам качественно работать, то вы идете на флористику для начинающих. Там, как бы, по нарастающей. Самый первый день это какие-то технические моменты, мер безопасности, потому что работаете вы в основном с колющими и режущими предметами. Ножницы, секаторы, шуруповерты, клеевой пистолет, проволока. В общем, очень-очень, как бы, не очень женские такие приборы используете. И достаточно опасные ножи. Вам рассказывают, как ухаживать за цветами, как обрабатывать цветы, как их правильно хранить, какая должна быть температура в холодильнике, сколько должно быть воды, как правильно обрабатывать тот или иной вид цветка. В общем, всякие такие нюансы, которые вы обязательно должны знать, если вы работаете с цветами. И затем уже мы приступили непосредственно к работе с цветком. Мы делали композиции в декоративном, вегетативном и параллельном стилях. В принципе, на первом занятии мы делали только это. На втором занятии, которое вы сейчас увидели, мы делали спиральный букет на каркасе, делали несколько каркасов и собирали букеты на каркасах, естественно. И плюс там еще был мужской букет. Дальше уже у нас пошла сейчас свадебная тема. То есть мы делаем свадебные букеты на своих ногах, свадебный букет на бортбукетнице. Вот на следующем занятии у нас будет свадебный букет с неспадением, как его правильно делать нам покажут. И различные такие декоративные элементы, как венок, бутоньерка, украшения волосы, браслеты. И такие элементы мелкие, которые необходимы тоже в день свадьбы. И дальше, дальше, дальше. Потом уже будет экзамен, на котором мы тянем билет и делаем то, что нам выпадает. Плюс какая-то теоретическая часть обязательно. Вот такие вещи происходят на курсах. И обязательно изучите, посмотрите, спросите, прежде чем идти на какие-то курсы, что там будет преподаваться. И почитайте, если есть возможность, отзывы. Есть такая практика, когда люди заканчивают курсы, думают, что они уже способны сами что-то давать. Иногда это действительно так, но иногда это не так. И начинают сами вести курсы, да, заработать какие-то деньги. Будьте в этом отношении избирательнее. И все-таки лучше заплатить подороже, но пойти учиться к какому-то, знаете, такому гуру своего дела. Потом вы не пожалеете. И, я думаю, останетесь довольны. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Большое вам спасибо за просмотр. Большое спасибо за интерес к флористике. Мне очень радостно, что люди интересуются этим, что хотят развиваться в этом. Это безумно приятно. И это обязательно, мне кажется, если вы хотите именно быть флористом. Вот, собственно, все. Вопросы еще какие-то будут задавайте. Спрашивайте. Я с удовольствием отвечу, если смогу. Всем еще раз большое спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok